Либерализация избирательной системы привела к тому, что количество партий в регионе увеличилось в 4 раза. Было 7, стало 28. Объяснить представителям вновь зарегистрированных партий их права и возможности взялась областная избирательная комиссия. Мы ставили с целью, во-первых, установить вектор для конструктивного сотрудничества с ними и определить основные пути взаимодействия. На фоне сегодняшней реформы политической системы региональное дление политических партий, ну и сами политические партии, непосредственно являются главными участниками избирательного процесса. Поэтому основное направление работы избирательной комиссии – это эффективное сотрудничество с ними. Главная цель встречи – нацелить партийцев на конструктивное сотрудничество с обл. избиркомом. До следующих выборов представителям политических партий необходимо не только показать себя будущим избирателям с лучшей стороны, но и хотя бы просто остаться в строю. Ивановская областная дума назначит выборы в период с 29 ноября по 9 декабря. В то же время предметом пристального внимания обл. избиркома остается законопроект, который предполагает принести единый день голосования на 2 воскресенье сентября. Несомненно, эти политические реформы связаны с изменением позиции гражданского общества, которое выросло. Эти политические реформы усложнили и для наших политических партий, и для избирателей саму процедуру проведения выборов. Но в то же время я считаю, что это на сегодняшний день позиция, продиктованная временем, и все это исключительно будет способствовать тому, чтобы политическая зрелость наших избирателей, она несомненно выросла. Представители областной избирательной комиссии надеются, что все региональные отделения партий примут участие в выборах депутатов и в обл. думы. Но в таком случае избирателям придется нелегко. Ведь при таком количестве вновь созданных партий определиться с тем, за кого голосовать, будет довольно проблематично.